всем привет всем доброго времени суток мои хорошие у нас плюс 5 уже с утра погода наверно будет хорошая есть небольшие облака дождя не было хорошо я вот помню у нас еще крыша была на качелю так вот верхушечка я не знаю не могу найти смотрите как каждый день поднимается зелень так это радостно сходят у меня новые помидоры завтрак у нас будет лапша я только отварил как редко разогреваю огурчики аджика к чаю будут финики всем доброго времени суток мои друзья я пью кофе у нас утра девочки собираться в школу а я решила с вами немножко поговорить все-таки я сегодня хочу сделать себе день отдыха не буду делать до обеда ничего посреди конечно же смотрим вот но я не могу ничего не делать поэтому до обеда решила вот просто отдохнуть привести руки в порядок маникюр себе сделать посмотреть что-нибудь приятное после беда уже тогда можно что-то думать это пока значит приготовила лапшу свежую сегодня отварила девочкам с масличком сливочным плюс котлеты вчера пожарила уже вечером так вот завтрак у нас будет на обед приготовлю больше обязательно на ужин пока не знаю на полудня тоже пока ничего а знаю что хочешь я про не знаю а пока не знаю что но сегодня я обязательно сделаю йогурт конечно я я достала полтора литра молока разморозится и сделаю 3 пол литровые баночки йогурта натурального я вам покажу как это делается это очень просто но нужно чтобы он стоял 7 часов ну в общем не знаю это наверное на утро он будет готов но ничего на ужин придумаем что-нибудь ну на обед больше сосулькой а знаешь еще что буду делать салатик вчера у меня было значит четыре крылышка я их обжарила потом их сейчас тушу просто вчера вечером уже обжаривала но не тушила сейчас их стушу чтобы мяско было такой обдеру мяско крылышки крупные поэтому мясо должно быть много порежу огурчик картошечка яички сделаю вот такой салатик что-нибудь к салатику еще картошечку нужно приготовить в общем фантазии работают в общем готовить я люблю но и и еще ко всему я не могу полностью полноценно себе отдохнуть в общем глянула на себя в зеркало у меня вот здесь вот вот тут синяк прям как будто грязная я умываюсь и вообще без косметики ложусь отдыхать и вот это я от ивы ударилась когда с граблями вот так вот убирала и очень очень у меня получился вот такой неприятный сюрприз так что а то глянула думаю вам записываю что у меня там запятнуто это же у меня синячок такой образовался сначала такая шишечка потому что как дала себе все буду отдыхать что я сейчас буду делать нанесу на секунду нет масочки на ручки тут и то сделаю маникюр себе какой-то такой приятный ванночки для рук сделаем немножко туда добавлю соды чтобы смягчить воду подержу там а у нас уже с утра 10 градусов тепла везу настеньку в школу поле пошла пешком луна ты остаешься привыклась машине тоже ездить сейчас закрыла настенька то она так расслабка и вскакивать и уже в машине сидит первое так отходи хотела стоит выскочить быстрее конечно сигнализации я думаю что так чисто подъехала на машине а тут нет веток тут лежали ветки вот это моя работа еще за грибки за двором эту часть заехала магазин и купила кое-что потом покажу сейчас буду заносить лундика с собой же не взяла она страдалец она очень любит сама ездить теперь можно кофе попить посидеть здесь на качельке этот стол конечно я уберу уже лишний будет тут такой пластмассовый стоять и качеля где можно отдохнуть посидеть подумать даже видео помонтировать это уже можно значит план был покрасить мне мангал даже не знаю но и баночки для рук надо сделать и по лицом поухаживать масочку какую-то нанести да и работа там есть у меня с кислым молоком нужно будет собрать сметану хотелось бы и озеро почистить набирать воду пока не буду просто бы почистить в общем есть работа постоянно есть плюс вот за этим за этим углом тоже у меня беспорядок смотрите что я придумала мне надо залить возле погреба полностью вот эту всю дорожку поэтому плитку я поле мне конечно сложила вчера спасибо в мешок я решила это все залить и я куплю цемент песок привезу сама навожу песка от мамы навожу там песка полно значит были на машине поедем на выходных привезу песок куплю цемент сюда набью побольше меня очень много камней кирпичей все это засыплю залью и после похлеба у меня будет порядок все это вычищу плюс у меня работа чтобы сделать здесь фундамент это летняя кухня которая из 2 года осыпалась вся перед тем как ее красить конечно мне надо сделать фундамент это конечно мне придется все делать понятно опять же цемент песок все это мне нужно в общем работы очень много крыльцо так выглядит намного лучше в общем не понравилось девочкам естественно это все за два года она все осыпалась кто его там будет лепить а это мы покрасим я возьму краску покрасим тут что зацементирую конечно ранее цветы они так радуют глаз я всегда подхожу смотрю поднимается у меня настроение вот и желтые цветы вот вот они уже все тут распустятся а их у меня будет очень-очень много тульпанчики выше и выше многие писали мне чтобы я пересадила но я посмотрю будет ли укоренение если укорениться я это пересажу пусть она хотя бы корешки пустят тут чтобы я была как бы умела виду а потом уже можно пересаживать куда-то к забору его побелить бы конечно тоже не мешало в общем есть еще что белить поэтому надо будет раствор этот сделать погасить меня есть это известь погасить в общем работа есть делать очень много что можно скучать никогда но в общем потихоньку вот это все я должна сделать в общем показала вам фронт работы теперь бы сделай дал у меня две банки стоят я вижу что мне уже сливки верху надо будет собрать на сметану и будем делать с вами йогурт это у нас с вами небольшая распаковка я заехала магазин вам уже говорила купила туалетную бумагу это как-то странно нож упаковка была бумаги сегодня утром уже июня месяц прошел улетает и куда-то улетает хлеб 13 50 15 гривен обуховска 65 метров бумаги стоит я думаю что ну в таких супермаркетах будет дешевле я брала по 11 а это 15 в нашем магазине дорого поэтому надо будет купить опять упаковку а может и две посмотрим на упаковку точно значит хлеб 1350 я вам говорила что он ароматный такой вот вот именно такой как из моего детства и недорого 1350 стоит буханочка я взяла две вкусный хлебушек я люблю кстати его резать также на сухарики я вам показывала и добавлять первое блюдо очень вкусно первый раз я взяла сегодня какие-то манники у которых в середине мак я вообще первый раз об этом слышу мне просто моя знакомая девочка продавец она мне говорит возьми вот эти я говорю я не знаю что это такое что ты не ела ни разу бывает мак бывает творог я не знаю что тут мак или творог и там манники и внутри начинка в общем я их сделаю потом вам покажу вместе с вами их попробуем и знаете как они готовятся чуть-чуть размораживаются потом обжариваешься и можно есть они сладенькие и говорит очень вкусный что это такое щелок видят увидим вообще манники такие дальше я взяла в чек огромный последний забрала хотела 2 155 гривен килограмм кек вот это вот здоровенная такая в общем я хотела 2 но 1 это килограмм кеша 155 гривен насколько все подорожало я просто я не знаю у меня просто что что волосы дыбом это ничего не сказать я просто мне глаза шту гуляться здесь покупка до 400 300 60 или там что-то вот и ничего нет кусок рыбы манники дальше пельмени восемьдесят восемьдесят пятьдесят килограмм очень вкусных пельменей я уже говорила настя их не ест а именно вот эти просит ма купи вот такие вот она такая она мне и котлеты не ела сейчас котлеты стала есть почему не ест котлеты раньше не ела она любит кусок мяса и говорит я люблю чтоб я видела что это мясо а то что вы там добавляете в котлеты я не знаю что вы туда ложите я не люблю вот эту перемолотую пищу поэтому я всегда для нее готовил определенно только мясо вот сейчас она стала есть котлеты я очень рада потому что ну котлеты во первых они экономней во вторых мне кажется не ко всему и картошечкой макароны и каши любая подойдет ну я не знаю поэтому я рада что настя переключилась и стала есть котлеты вот значит дальше я не могла не купить цветы по 10 гривен упаковочка дорого конечно но это майоры лилипутики я не люблю вот эти высокие майоры у меня были я выбила а это малютки я как увидела что это мини майорчики да вот такие вот коротенькие я вам скажу 30 сантиметров 30 сантиметров вот такие маленькие майоры вот это будет красиво и 14 сантиметров такой диаметр будут большие красивые полные сегодня мы их посеем и золотой песок алису алису очень красиво будет смотреться вокруг моего вот этого озера я тоже петуньи посажу но петуньи я буду покупать я купала когда они цветут еще так разрастаются поэтому я не пожалею я куплю петуньи расшажу и плюс пассиве вот такой золотой песок будет очень хорошо смотреться это боготорично кущава рослы на высоту 20 сантиметров всего да вот так что должно быть красиво я очень хочу много цветов насадить чтобы у меня просто все было в цветниках да вот туда цвет там что ты там цветы но я не знаю хватит ли у меня средства и сил за ними ухаживать но я буду стараться да я покупаю так по мере возможности вот две бумаги я взяла 15 гривен до 10 гривен еще шире потому что упорь немножко кроссовки опять надорвались и я их сейчас и сделаешь она придет и не уж под скрены так и что-то у меня еще надо было шлей что-то я хотела подшлить надо вспомнить что думал клей 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 и нужен клей ладно и вот тут очень много мне очень нравится потому что он не такой знаете как это в тюбике там есть он нет его даже не видно сколько его выдавилось а тут все-таки он полный его нам хватает и можно заклеить как фарфор как часы тут получается уже на картинке и чашечка даже если и туфли даже кольцо склеивает представляете ну просто вот просто самый универсальный очень крепкий клей мне он очень нравится так в общем я вам рассказала я вам объяснила все это мои покупки закончились что буду делать и буду кушать потому что я еще не завтракал я вот детей накормила поехала настю отвезла она более пошла с подружкой если пошла одна раньше к ней девочка заходила сегодня не зашла давай я тебя ввезу мои хорошие все а что мне надо позавтракать обязательно потом сделать ванночку чтобы мои ручки просто отдохнули сделать маникюрчик и полежать посмотреть что-нибудь по телевизору правду что я сейчас смотрю я вам скажу все по поводу ремонтов как сделать колодец вчера вечером смотрела как сделать ремонт и вот какие-то летние кухни я очень хочу там сделать ремонт просто прям аж горит у меня сделать ремонт в клубах и поэтому я очень люблю жидкие обои я вам говорила они не боятся нет сырости не жары не ничего и мне страшно представляете они выглядят у меня в коридоре как новые были такие перепады температуры этого не боятся поэтому я обязательно вот эти три проходные комнаты у меня до 1 2 3 все сниму закажу жидкие обои все сделаем в лучшем свете но это не знака да но это стилы дай бог силы дай бог средств чтобы это сделать потому что летняя кухня она должна быть красивой я просто мне душа болит что она в таком состоянии обои которые мы клеили они уже лет клеила я где-то в четырнадцатом году в нашем году да это уже сколько лет уже десять лет десять лет ободрать немедленно ободрать все при при привести в полный порядок сделай там жидкие обои освежить потолочки потолочки только буду делать и известен чтобы они были беленькие можно немножко добавить если я найду конечно синьки вообще щек не найти вот пусть будут белые только и звездка даже не буду ему все только и звездка чтобы убрать всякую вот эту вот палочку нечисть там все вот это и они будут свежей и пахнуть и звездкой печка у меня в порядке также я ее и звездочкой побелю я ее очень люблю это печь которая на дровах да конечно у меня газовая плитка очень старая ее бы конечно выкинуть и купить новую но это не на части потому что надо сейчас по максимуму эти три комнаты привести в полный порядок ну к лету я надеюсь что к лету хотя бы это сделать чтобы летом заниматься хотя бы огородом у меня будет чем заниматься так дом дом у меня принципе уже в порядке там где-то что-то на треть это ну буквально полдня дело да это все не считается ну в общем это все на мне все на дни руки поэтому дай бог силы дай бог здоровья и дай бог какую-то копеечку чтобы можно было помимо еды потратить еще на элементарные такие вещи в частных домах нужно тратить день еще помимо того что вы что-то на себя тратите вот просто выбрасывать деньги там на вот такой вот как цементом щеточки краски и здесь вот эмульсионка на все и это нужно на постоянной основе понимаете очень тяжело частые дома они постоянно нуждаются в каких-то вот таких вот элементарных делах поэтому приходится себе в чем-то отказываешь конечно чтобы купить это вот все мои хорошие его уже столько наговорила я люблю поговорить все я закончу закругляясь и завтраком это мой завтрак наконец-то поем во время без десяти десять вот такие манечки сейчас я попробую скажу какие внутри на вкус что попробую хвалили мне смаком попалась очень сладко чувствуется что это манка сладкая вкусная и начинка с маком очень вкусно довольно неплохо она сказала что попадается и с творогом внутри и смаком мне понравилось просто я ем их первый раз неплохо мне хочется еще с творогом чтобы попалась но видно это с маком видно они с маком довольно вкусно если есть сметана полить сметаной просто восхищение и я думаю деткам тоже понравится все мои хорошие буду есть попробую пораньше выложить это видео вы посмотрите а вечером как всегда я около 9 выложу уже второе может быть так получится что я буду снимать до обеда и после обеда хорошо все мои хорошие подписывайтесь кто не подписался спасибо вам за комментарии спасибо за советы огромное спасибо очень важные советы я уже говорила скрине у который вот действительно я буду применять и если их сразу не применила я их потом буду применять потому что скрины делаю и потом про перечитываю благодарю мои хорошие все до вечера до вечера